Россияне постепенно начинают тратить больше. В разгар кризиса сохранялась тенденция – минимум трат, больше накоплений. Тем не менее, тех, кто копит по итогам 2010 года, стало немного меньше, чем транжир – 49% против 51%. Самой популярной покупкой прошлого года у жителей нашей страны стали стройматериалы для ремонта. На втором месте – мобильные телефоны. В первой десятке также компьютеры, фото- и видеотехника, мебель и автомобили. Ради этих вещей наши соотечественники жертвуют своей физической подготовкой. Только каждый тридцатый россиянин приобрел абонемент в спортзал. Основные расходы наших сограждан связаны с погашением ипотечных кредитов. В погоне за собственным жильем россияне заняли у банков почти 957 миллиардов рублей. Общий кредитный счет жителей страны достиг полутора триллионов рублей, а оплата услуг ЖКХ обойдется в 600 миллиардов. Тем не менее, россияне не могут удержаться от спонтанных трат и порой хватают с прилавков ненужные товары. По оценкам специалистов из Университета маркетинга США, каждая минута пребывания в магазине обойдется российскому потребителю в 75 рублей. Если нужно существенно сократить расходы, лучше отказаться от кредитных карт. Исследования подтвердили, что наличный расчет сокращает траты в среднем на треть. Шелест и вид зеленых бумажек делают человека более экономным. Наличные – это еще и наиболее распространенная форма хранения сбережений в России. В чулках или под подушкой прячет свои деньги более половины населения страны. А вклады в российских банках есть только у третьей. Россияне любят видеть, во что они вкладывают деньги. 10% покупают для этого ювелирные украшения, 3% – антиквариат. Еще 3% радует глаз произведения искусства. В то же время пустить деньги в дело рискуют лишь немногие. В бизнес инвестируют всего 4% граждан России. Все-таки им спокойнее делать вклады в чулок.